Привет, друзья! Привет! Я Олег. Я Лена. Мы приехали из Сталина в Воланию и купили здесь квартиру. Вот, теперь мы здесь живем. Или зимуем. А может быть и не просто зимуем, но теперь у нас, короче, два дома. И второй дом, вот этот, как раз дом, который сейчас за нами. И сегодня мы хотим показать для вас свою квартиру, сделать небольшой обзор своей квартиры. И начнем мы его с инфраструктуры, с входа в дом. Пойдем посмотрим. Вот такой у нас вход. С крючкой она снимается. Калярочка. Есть парковка для машин. Есть также парковка для велосипедов с одной стороны и с другой стороны. Открывается тоже ухилечка. Не привыкла еще. Вот такой подъезд. Сейчас, правда, здесь темновато. Вечером здесь все так горит. Красиво. И сейчас пройдем к лифту. Используемся в инфраструктуру. Здесь очень красиво. Смотрите, какие здесь полы. Как бы два церкви. Вот такой лифт. Сейчас мы спустимся вниз, к бассейну и в инфраструктуру. Спускаемся мы всего лишь на один этаж вниз. С первого на нулевое. Можно спуститься на лифт. Мы же так же быстрее. Сейчас проходим. Инфраструктуру здесь у нас. Что у нас тут есть? У нас здесь есть теннисный стол. Лярный стол. Есть диванчики и телевизор. Также есть столики, где можно посидеть, пообщаться. А еще здесь есть интернет, которого нет. Он есть, но очень слабенький. Как тот суслик. Сейчас я покажу, что он зал. Как тот суслик, который находится в поле. Ты его видишь, нет. А он там есть. Вот и наш интернет. Его не видно, а он тут есть. Вот такой спортзал, да. Вот такой спортзал. Бузовые дорожки. Белосферы. Тут ингредиентарь всякий раз, мячики, гантельки. Ну, в общем. Ну, кое-что. В общем, люди занимаются и довольны. Ну, позаниматься можно. На самом деле, мы еще до сих пор не добрались ни до спортзала, ни до тенниса, ни до бильярда. Единственное, куда мы сходили, это ходим каждый вечер. Это в бассейн. Вот здесь прямо парилка. Вот такой бассейн. Сейчас тут подсвечка не включена. Вообще, вечером, очень красиво. Здесь можно снарешать, покупаться. И теперь, на этом бассейне, где-то через 4 года, все проиграл, очень парк, на класс. Мы вечером с удовольствием не составляемся. Здесь находится комната Кападжи. Он занимается комплексом, он его убирает, он ее охраняет. В общем, делает все, что касается дома и территории. В общем, вон же Гога, вон же Гоша, в общем... Вон же Юра. Вон же Юра. Вон же Мустафа. А, вот я забыла показать. Еще здесь есть такая вот детская комнатка. Можно с детишками. Ну, да. До самых маленьких есть. Да, до самых маленьких малышей. И здесь есть душевые с туалетами. Это мужской. Банька здесь. Кстати, в баньку мы уже ходили. Банька хорошая. Приличная банька. Вторая баня не работает. Ну, не работает пока, потому что говорят, что ее надо тут что-то сделать. Я не знаю. Ну, покажи все равно. Вот такая аура сала. Сейчас выйдем на нашу территорию, которая за ним дома находится. Здесь есть плодовые деревья. Равные. Смотрите, какие маленькие все. Прикольно. На территории очень много кладовых деревьев. Смотрите, какие чудесные мандаринки. Сейчас я попробую. Вот. Такие. Вкусный такой запах. Свеженький. Здорово. Можно прямо с дерева. Открутил и слопал. И слопал. Вон уже кто-то разбрасывает мандаринки. Детская площадочка такая хорошенькая. Для малышей. Бассейн. Бассейн сейчас слит на зимний период. Назочки такие красивые. Здесь у нас лимончики. Сзади беседка с грильзованной, где можно погрелить рыбку. Взять лимончик, выдувить на эту рыбку. Вообще здорово. Здесь туалеты находятся, кстати. И все это работает. И все довольно-таки в приличном состоянии. Я, кстати, там еще ни разу не была. Ну, я тоже. Давай посмотрим. Очень чистенько. И мыльца есть. И бумажка есть с салфеточками. Все очень чисто. Все работает. Еще у нас тут растут такие вот. Типа мандаринок. Такие вот маленькие. Точно не могу сказать, как они называются. Но они очень вкусные. Им тут не дают поспеть, конечно. Хоть их и много, но охотников за ними тоже очень много. Они вкуснейшие просто. И запах просто обалдеть. А вот они и душевые. Мы их так и ни разу не видели. Не знаю, за носик что-ли прикрутили. Ну, в общем, это душ после бассейна, когда искупаешься, чтобы хлорку смыть. Душевые такие сделаны. Да, здорово. Покажи грильзону. Давай, покажем. Смотри, какая кися с усами сидит. С усами. Сидит, мявкает. Мявкает кисюлька. Кушать хочет. Она тут около грильзона и караулит. Может, кто придет, мяско пожарит, да ей перепадет. Перепадет, конечно. Если будем жарить... Петерком сегодня, может быть, перепадет, кисяр. Столик такой. Лимончик кто-то тут отставил, сорвался. Ну, здесь можно грильзон. Здесь всякие... Здесь вода есть. Покажи. Тут всякие решетки. Открывать тяжело, не открою, пожалуйста. Не открывай. Мне тяжело. И помоечка есть. Сразу все можно выкинуть в помойку. И тут остается. В общем, здорово. Все. Лена, ты так тихо говоришь. Кошка громче тебя говорит. Ну да, кисюля. Может, ты будешь рассказывать. Давай, кисюля. Пошли дальше. Пойдем. Пойдем. А теперь поднимаемся в нашу квартиру и покажем вам ее. Наш подъезд покажем. Дамы рады мандаринок. Смотрите, какой вид. Здесь можно сидеть и любоваться. Ой, класс. Мне так нравятся на горы. Очень красиво. Это был сетель. Наверное, в горах. Вот такой у нас коридорчик. Пошли, говорим. Покажу все. Здесь у нас встроенный шкаф, в котором всякие вещи. И стиральная машина, и водонагреватель. Это очень удобно, потому что, когда машинка стирает, тогда не слышно шума. Санузел. Такая спадня. Очень светлая. Здесь вот такая. Здесь постепенночная машина. Духовка, крановка. Здесь так интересно. Здесь плиты на газу. То есть здесь такой стоит газовый баллон. Здоровый. Его меняют. Но я не знаю, на сколько его хватит, потому что мы его пользуемся уже дней 20, наверное. Какой 20? Меньше? Не, меньше. Конечно, меньше. Ну, пока не знаю, на сколько его хватит. Ну, холодильник, ничего. В общем, обычная кухня нормальная. Единственное, что мне немножко маловато рабочей зоны. Хочется, чтобы он был побольше. И вытяжки, в общем-то, не хватает. И вытяжки не хватает. Потому что вы... Она есть, но она просто в потолок. Да. Исправить это, ну, очень сложно, наверное, почти невозможно. А что нравится, то что здесь очень много ящичков. И они достаточно глубокие. То есть всякое утро или кухонное можно вот так загрузить. Также здесь очень классный вид из окна. Сидишь, завтракаешь или будешься на горы. Это классно. Теперь я покажу. Здесь есть балкон один. Он небольшой, здесь висят блоки от кондиционера. Также здесь можно сушить белье. Ну, в общем, у нас он... И вид открывается тоже туда на горы. И туда. Это северный вид здесь. То есть север как раз вот на этот дом. Такое у нас освещение есть. Не хватает, немножко темновато. Ну, будем решать эту проблему. Да, может быть, поменяем светильники. Не знаю. Также здесь есть еще один большой балкон, застекленный. Найдем всегда солнечно и тепло. Здесь тоже очень классный вид. Здесь как целая комната у нас. Целая комната, она очень теплая. Солнце светит сюда целый день. Можно сказать, с утра и до часов четырех. Но закатов мы не видим. Мы, кстати, видим кусочек моря. Там далеко-далеко есть. До моря здесь где-то метров четыреста, да? Чуть больше, ну, четыреста, да. Да, ну, очень близко. Минут пять-семь, наверное, ходьбы. Покажи вам там, если видно. Сейчас покажу. Этот кусочек. Ну вот, в общем-то, и все. Вот так. Мы очень довольны и счастливы. Нам все очень нравится. Это то, о чем мы, в принципе, мечтали. Вот, ребята, вот такая вот у нас квартирка. Замечательная квартирка. Да, она светленькая, она чистенькая, она тепленькая. Самое главное, что он находится на берегу Средиземного моря. Только мечтать можно об этом. И у нас есть горы, у нас есть солнце, у нас есть прекрасная погода, солнечная. И прекрасное настроение. Всегда. Вот. Жизнь у нас, в общем, с чистого листа. Да, покупаем новые терки, утюги, пылесосы, всякую утварь. Ну да, прям как молодожены. Знаете, начинаем в новой квартире все снова. Это, кстати, прикольно. Прикольно, да? И очень интересно. Здесь вообще все по-другому. Абсолютно все по-другому. Так что смотрите дальше, как мы здесь привыкаем жить. Привыкаем жить, потому что все по-новому, все по-другому. Другая страна, другие люди, все. А люди здесь замечательные. Отличные. Да, все добродушные. Очень отзывчивые. Отзывчивые люди. Очень приятно. Так что подписывайтесь, смотрите нас дальше. Пишите обязательно комментарии. Ставьте лайки или дизлайки. То, чего заслуживаем, то и ставьте. Главное, чего-нибудь ставьте. Да, и пишите, что вам интересно. Мы будем снимать для вас еще много чего. Все, что вам хочется узнать, увидеть, услышать. Ну, в общем, то, что мы сами видим, то, что мы сами чувствуем, то мы вам все и расскажем. А на сегодня будем прощаться. Всем пока. Пока-пока. Любим, целуем. Обнимаем. Всем добра, счастья. И любви. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok